Атлас Люкс Привет, добро пожаловать в школу маленьких поварят. У нас вместо класса кухня, вместо доски плита у нас не ставят двойки и уроки у нас вкусные. Сегодня мы будем опять готовить креативный бутерброд. В этом помогут мне мальчик и девочка. Вы удивитесь, мужчина на кухне. Да, сегодня с нами будет готовить мужчина. Ну что ж, давайте знакомиться. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Меня зовут Иван. Мне 10 лет. Чем ты любишь заниматься? Какими видами спорта увлекаешься? Футболом, хоккеем. Люблю рисовать. Ну раз ты сегодня у нас на кухне, значит готовить ты тоже любишь. И в чем-то даже, наверное, помогаешь маме на кухне. Ну, когда как. А что ты умеешь сам готовить? Яичницу. Там лук, колбаса, помидоры. Вот. Сначала колбаса, лук обжариваются, потом это все добавляется с яйцами и зажаривается. А кто тебя научил этому готовить? Сам этому научился? Ну, смотрю, как дядя делает и научился. Вот так вот рождаются мужчины-повара. Ну, а теперь познакомимся с нашей маленькой девочкой. Привет, как тебя зовут? Адрина. Адрина, сколько тебе лет? Семь. Не семь, а седь. Шесть тебе? Да. А куда ты ходишь? Где-нибудь занимаешься? Хочешь подготовительную какую-то подготовку? Нет, я хочу в школу на подготовку и в садик. В садик ходишь? А чем у вас учат садики? Чем ты любишь в садике заниматься? Какие-нибудь кружки? Там игрушки у нас есть. Мы играем с другими ребятами. Здорово, молодцы. Ну, а что ж, сейчас по традиции мы начнем искать продукты на нашей кухне. Бутерброд сегодня довольно простой, поэтому нужно найти будет всего две тарелки с нашими продуктами. Итак, поехали! Итак, продукты мы нашли, а сейчас вспомним лето и сделаем бутерброд «Божья коровка». Пока я начну его делать, ребята расскажут нам, как провели лето. Рассказывайте, ребят. Ну, я кончил школу и сначала отдыхал дома, потом делал домашние задания на лето, а потом я уехал почти на месяц в сад. А что ты делал в саду? Помогал в огороде? Сажал что-нибудь? Нет, мы не сажали, мы там собирали ляблоки, все убирали, сделали. Я нашел себе новый музей, мы ездили в небольшие походы на велосипедах, вот, и получали, ну, брали с собой там пикник, ездили еще родители моих друзей, мы в лесочке недалеко от дома делали пикник, шашлыки делали. Отлично, здорово, молодцы, то есть ты природу любишь, да? Очень. Отлично, вот смотрите, я начинаю показывать, как делать бутерброды, вы берете хлеб, намазываете на него, у нас сегодня плавленый сыр, это будет основа для нашей «Божьей коровки». Аделин, а ты где лето провела? В деревне у бабушки? Нет, у меня бабушка дома у меня. А лето ты как проводила? Я очень давно была на пляже. Загорала? Да, я только плавала, а мама загорала. А ты плавать умеешь, да? Да, только в круге. Молодец, какая. А когда я далеко от плыла, вот с моим кругом, я попросила свою подругу, она мне разглянула, да, это мой круг, а потом дается я сама. Молодец, отлично. Итак, далее для бутерброда основа у нас готова, нам понадобится помидор. Разрезаем его пополам, это будет тело нашей «Божьей коровки». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Итак, наш урок подходит к концу. Сейчас мы будем пробовать наши бутерброды «Божья коровка». И хочу вам напомнить, что сегодня у нас был мужчина на кухне. А сейчас они мне расскажут, из чего мы сегодня сделали этот бутерброд. Итак, дети, из чего мы сделали? Давайте вспомним. Мы сделали бутерброд из хлеба, сыра. Еще что у нас были? Из каких-то ядок, похожих на оливки. Помидоры. Помидоры. И маслины у нас были. Отлично. Сейчас мы составим композиты наших трех «Божьих коровок», которые мы сегодня сделали. И будем их пробовать. Ну, давайте пробовать. Итак, дети, как вам понравились бутерброды? Вкусные? Очень. Запомнили, как готовить? Да, у меня. Отлично. Помните, что мы готовим самые креативные и вкусные бутерброды. Главное, они полезны и всегда порадуют вашего ребенка. А я хочу на сегодня с вами попрощаться. Спасибо, что смотрели и слушали нас. И помните, школа маленьких поварят всегда открыта для вас. У нас не бывает каникул. До новых встреч. Пока. Пока. Когда ты вырастешь, кем ты хочешь стать? Хочу стать кондуктором. Кондуктором хочешь стать? А зачем ты хочешь стать кондуктором? Я не знаю. Тебе нравится работа кондуктора? Да. Стиль ведущей представлен. Макияж Инна Усманова. Телефон 8-965-641-95-61. Прическа. Салон брикмахерской «Изуми». Улица Бигбаев, 23-32. Генеральный партнер кухни «Атлас-Люкс». «Атлас-Люкс» для тех, кто ценит вкус. Телефон 8-965-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-845-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745-745 Продолжение следует...